Консенсус патрум Это наше все Это то самое Соборное Святоотеческое Мнение о вопросах веры Которое надлежит и нам Воспринять Которым надлежит проникнуться В согласии с которым Мыслить, действовать И говорить И которое Надлежит передать Будущим покорениям Так что именно это согласие Отцов является для нас Критерием истины Того что Мы называем божественным откровением То что церковь приняла Как священное предание Откуда оно берется Как формируется Начиная с первых свидетелей И участников Боговоплощения Учеников Христа Бывших с ним О чем говорит Иоанн Богослов Что мы видели своими очами Что слышали Что осизали своими руками О слове жизни Свидетельствуем вам Так как его приняли Так как его видели Так как от него слышали Свидетельствуем о его Чудесах Учении Смерти Воскресении Вознесении Не с посланий Духа Святого На Церковь Все это Начиная с апостолов Содержится В предании Церковном Все это Вновь и вновь Воспроизводится В духовной силе В духовном единстве В духовной правде Последующими Учителями Святыми мужами И женами Церкви В исторической перспективе До самых наших времен И дай Бог До окончания Бытия мира Консенсус патрум Это То согласное Духом Святым Установленное Открытое Мнение Определение Которое Для нас Для людей Необходимо Правильное Учение о Боге Понимание Его И Его промысла О мире Который Он создал В чем состоит Наше спасение Как оно достигается Что такое человек К чему призван Каким создан О нашем повреждении Греховном И о способах Его исправления Как Учит Согласие отцов То и есть Подлинное Божественное Откровение Достигающее Нас Каким-то Организованным Словесным Образом К Согласию Отцов Можно отнести И То благодатное Приемство Которое От Пятидесятницы От святых апостолов Просвещенных Духом Святым Содержит церковь И передает Из поколения В поколение Этот Дух Истины Пришедший Некогда И явившись По обетованию Господа Иисуса Христа На церковь И собравший Ее Можно сказать И родивший Ее Мы Пятидесятницу Схождения Святого Духа На апостолов Считаем Днем рождения Церкви И вот это Приемство Благодатное Освящение Действующее Через Поколение Епископов От Одних К другим От ранних К поздним Это И есть Также Согласие Духовное Согласие Благодатное Согласие Которым Полна церковь О чем Все святые Однозначно Говорили Начиная С апостолов Братья Стойте И держите Предания Которые Которым Вы научены Или словом Или посланием Нашим Если кто Даже ангел С неба Будет Нечто Иное Вам Влагать В уши То Не открывайте Для этого Своего сердца Да будет Таковой Анафема До ревности Любит Дух Живущий В вас Потому Всякое Отступление От святоотеческого Предания Всякие Нововведения Они Чреваты Опустошением Души Отчуждением Ее От Божьей Благодати Поэтому Действительно Священное Предание И Согласие Святых Отцов В Определениях Святоотеческих Являются Для нас Бесценным Сокровищем В более Узком Смысле Существует Кроме Догматов Общепринятых Утвержденных На Вселенских Соборах Определениях О Вере Существуют Частные Богословские Мнения Для того Чтобы Они были Таковыми Они Как минимум Должны не Противоречить Священному Писанию Священному Преданию И вот В связи с Их Множественностью Потому что Неисчерпаема Область Божественной Премудрости Было Положено Определять Наиболее Значимые И Безупречно Справедливые Из них Таким Термином Консенсус Патрум Согласием Святых Отцов В Каком-то Из Веручительных Определений Которое Не имело Вот этого Общецерковного Признания На Вселенском Соборе Именно Эти Наиболее Значимые Бесспорные Ясные Согласованные У Разных Отцов Разных Времен И народов Определения Веручительные И называются Консенсус Патрум Согласием Отцов Внеси Свой вклад Оцени Подпишись И поделись Этим Видео Продолжение следует...